Обладатели российских и белорусских паспортов, которые по тем или иным причинам часто посещают Беларусь или Россию, вызывают естественный интерес у спецслужб недружественных государств. И по этой причине они могут нести угрозу нацбезопасности Литвы. Такие доводы приводят некоторые литовские законодатели. Абсолютное большинство белорусов, имеющих разрешение на временное проживание в Литве, более или менее регулярно возвращаются в Беларусь. Среди них есть те, кто получил виды нажительства по гуманитарным соображениям. Тысячи таких случаев были зафиксированы в декабре прошлого года. В Беларуси у этих людей есть свои семьи, друзья, родственники. Они возвращаются туда во время больших праздников. Однако там их могут завербовать, попросить выполнить определенные разведывательные функции и так далее. По данным Литовского департамента миграции, сегодня в стране насчитывается больше 60 тысяч граждан Беларуси и около 15 тысяч россиян. Однако если число приезжих из России остается стабильным и не меняется, количество выходцев из Беларуси растет. Я всегда, начиная еще с давних времен, был другом демократической оппозиции. Это могут подтвердить мои старые соратники, как из России, так и из Беларуси. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. В частности, белорусский режим пытается использовать внезапно возросшую диаспору здесь, в Литве, чтобы таким образом укрепить позиции спецслужб России и Беларуси, которые действуют против всех стран НАТО. За последние два года, по информации властей, временные виды на жительство в Литве получили свыше 50 тысяч белорусов. И тот факт, что многие из них часто ездят на родину, вызывает опасения не только у отдельных депутатов Сейма, но и у спецслужб. Учитывая то, что агрессивная деятельность белорусских спецслужб усилилась, мы слабо сомневаемся в том, что всех этих людей органы госбезопасности Беларуси игнорируют. По нашему убеждению, с каждым спецслужбы выходят на контакт, каждого пытаются завербовать или же заставить предоставлять информацию. С другой стороны, не все имени на уровне самой правящей партии консерваторов пока нет единого мнения по вопросу ужесточения ограничений. Так, депутат Европарламента Расаю Княвичиня, однопартиец авторов законопроекта, призывает снизить градус напряженности в отношении выходцев из России и Беларуси. Мне не нравятся те тенденции, которые идут в Литве о том, что все русские генетически плохие. Мне не нравится, когда звучат призывы гнать вон из Литвы всех белорусов. Это очень популярно. Это карта, которую можно легко разыграть на выборах. И те, кто два года назад в Фейсбуке высмеивали мои предостережения из-за российской угрозы, сегодня почти те же люди называют меня прорусской, поскольку я призываю литовцев и всех наших граждан на фоне этой страшной войны оставаться людьми. Сами живущие в Литве белорусы опасения спецслужб и отдельных политиков понимают, но в то же время просят литовские власти не преувеличивать проблемы белорусской миграции. Речь идет, безусловно, о тех людях, которые не имеют прямого политического преследования. Так, давайте посмотрим на то, кто эти люди. Эти люди во многих случаях это водители большегрузных автомобилей, фуристы, дальнобойщики. И в них имеет потребность и заинтересованность именно литовская сторона. Давайте будем честными, что здесь есть не только по политическим мотивам мигранты, а экономические мигранты. Они могут все еще ездить в Беларусь, например, к своим больным родителям или продать свое имущество. Помимо этого, депутаты Сейма Литвы предлагают лишать белорусов и россиян ВНЖ, если они публично поддерживают так называемые преступления. Агрессии, признанные таковыми ООН или международными судами, независимо от того, какая страна их совершила. Окончательное решение по вопросу ограничений еще должен принять весь парламент. Денис Кишиневский, Ангелина Гудкова. Настоящее время. Балтия.